смотрите мы уже сталкивались с командной строкой когда обсуждали стремлит и там у нас от командной строка появлялась внутри пейчарма и нам нужно было вводить какие-то команды там чего-нибудь типа стремлитран чего-нибудь такое ну как стать интересным сейчас запустится вот давайте поговорим более систематически о том что это такое зачем оно нужно дело в том что командная строка это такой довольно универсальный интерфейс для взаимодействия с компьютером он более гибкий в некотором смысле чем привычный нам графический интерфейс но при этом требует больших усилий для того чтобы его освоить по крайней мере по первому времени хотя принципе ничего особо страшного тут нету в первом приближении командная строка просто позволяет выполнять некоторые системные команды ну вот например я хочу посмотреть на то какие у меня файлы есть в текущем каталоге я сейчас использую командную строку которая значит ну вот у меня в качестве на маке в качестве командной строки используются некоторые стандартные юниксовские инструменты типа bash или zsh вот в случае windows это будет либо cmd.exe либо windows powershell у них немножко разные команды я имею ввиду что вот например у меня здесь под macosio и под линуксом то же самое будет например для того чтобы посмотреть на все файлы в текущем каталоге используются команда ls windows в cmd.exe такая команда называется dir а как называется команда соответствующая в powershell я не знаю потому что я почти не имел дело с powershell я могу на него посмотреть я могу его открыть в принципе я могу открыть редакторе но если пользоваться совсем базовыми инструментами я могу использовать команду cut и вот получить она просто выводит на экран содержимое содержимое всего этого файла вот в общем в первом приближении командная строка устроена так вы компьютеру говорите команду он эту команду выполняет и выдает на экран результат при этом множество всех команд оно не 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 задано как-то фиксированным образом вы можете устанавливать новые программы они будут давать вам какие-то новые команды ну вот собственно говоря когда я в какой-то момент установил стремлит и у меня после этого появилась соответствующая команда в командной строке да в shell действует автодополнение точно так же как в юпитер ноутбуке если начать набирать команды нажать табуляцию он выдает список список команд которые начинаются с этого текста вот значит еще один момент что как правило у команды команда может просто выполнить а можно ей еще передать каких-то аргументов это похоже на то как вы вызываете функции в питоне вы передаете какие-то какие-то аргументы в зависимости от этого делает что-то другое например вот команда ls я могу ей сказать чтобы она бы мне бы выдала файлы но не просто список файлов а список файлов с детальной информации про них значит это делается с помощью вот таких вот штук они называются ключами или опциями и аргументами вот здесь минус l это как раз значит ключ который включает вот такой длинный способ отображения файлов где про файл написано там дата его изменения объем кому он принадлежит права кто его имеет право читать писать и так далее вот но давайте значит я сейчас использую себя поскольку у меня macos это unix система в ней используются стандартные unix вот эти оболочки они называются shell как раз тот самый та самая программа в которой я запускаю другие программы в которой я запускаю эти команды командной строки значит чтобы поскольку как я уже сказал под windows другая командная строка чтобы мы все могли бы пользоваться одной и той же командной строкой я сейчас перейду из вот этого терминала который у меня открыт я перейду в google коллаб в коллабе ну как бы тот код который вы запускаете в коллабе он на самом деле запускается в виртуальной машине в которой стоит насколько я понимаю линукс и вы в принципе там тоже можете запускать команды командной строки и давайте мы это сейчас сделаем значит вот у меня запустился коллаб и ну как мы знаем здесь по умолчанию это просто почти то же самое что юпитер ноутбук и точно так же как юпитер ноутбуке я могу в коллабе запускать команды обычной системной команды только мне нужно начать соответствующей начать эту ячейку с высказательного знака начать текст с высказательного знака соответственно вот так например я сейчас выполняю команду ls сейчас у меня запустится ядро запустилось вот и видно что у меня здесь в этом каталоге по всей видимости один каталог который называется sample data ну и дальше я могу чего-нибудь еще делать например вот я могу перейти в этот каталог тут правда автодополнение не работает а нет работает но медленно значит cd это команда которая меняет текущий каталог а посмотреть его можно с помощью команды pvd print working deer видимо так она прошифровывается соответственно вот сейчас путь к моему каталогу в котором я в данном моменте нахожусь вот такой и дальше можно посмотреть что здесь есть в этом каталоге так а чего он не перешел что ли ну и ладно значит видимо видимо эта штука не умеет делать переходы к другому каталогу ну окей это можно объяснить ну ладно давайте посмотрим просто что находится в этом каталоге таким образом значит я могу передать ls аргумент и в качестве аргумента я передаю название того каталога который я хочу просмотреть вот видно что у меня здесь в каталоге sample data есть вот такие вот файлики и какие-нибудь из них я могу посмотреть например вот давайте посмотрим с комби джейсон значит вот содержимое файла просто отображается вот но давайте сделаем что-нибудь более интересное давайте например посчитаем сколько строчек вот в этом файле чтобы посчитать количество строчек можно использовать команду wc эта команда считает количество слов или не только слов можно посмотреть как она работает как правило вы можете получить какую-то справку по команде и если добавите если вызовите вот такой вот опцией как правило как правило опция начинается либо с одного минусика либо с двух минусиков как именно это устроено зависит от конкретной конкретной команды ну как правило это так соответственно вот здесь вот нам сообщают что можем использовать команду виси для того чтобы посчитать количество байтов символов строчек и так далее ну вот давайте значит нам нужно набрать виси дальше набрать опция дальше указать из какого файла мы это будем будем считать ну давайте посчитаем сколько строчек вот в этом файле кстати если я сделаю вот так потом мне сейчас что посчитает а это он видимо посчитал значит вот это видимо строчки это я не знаю давайте посмотрим значит байты the characters lines да 49 строчек 1197 символов что такое это 134 я честно говоря не очень понимаю ну и ладно вот кстати можно было бы попросить посчитать не только у конкретно этого файла можно было бы наверное попросить посчитать у всех файлов да значит вот так я посчитал количество символов во всех файлах этого каталога здесь на самом деле используется такая очень удобная вещь вы можете указывать не просто один файл а сразу несколько файлов с помощью вот таких вот штук которые чем-то похожи на регулярные выражения хотя это не они значит здесь звездочка обозначает все что угодно то есть в данном случае я говорю что я беру все файлы которые находятся внутри каталога sample data звездочка здесь это любой файл мог бы сделать немножко по-другому мог бы например сказать что я хочу все файлы которые начинаются на буквы так вот значит это устроено так что на самом деле вот вот эту строчку сама по себе вот эта штуковина которая выполняет команды команды строки которая называется shell она как бы ее раскрывает то есть она вот такой вот запуск в данном случае оказался эквивалентен вот такому запуску мы передаем как бы два файла вот на самом деле это пример использования просто конкретной команды команд много я даже не знаю как сейчас посмотреть сколько их всего и какие они есть здесь потому что обычно в терминале можно просто нажать табуляцию он выдаст список всех команд но их при этом могут быть тысячи но давайте посмотрим на какие-то базовые команды значит что еще у нас есть lskat cd что еще можно сделать с файлом хорошего или не с файлом допустим я хочу узнать допустим я хочу узнать какая сегодня дата пожалуйста на эту тему есть команда или я хочу или я хочу или я хочу чтобы такого сделать не сегодня кого хочу сказать скачать файл из интернета на эту тему тоже есть команда допустим вот я хочу взять и скачать какую-нибудь картинку давайте скачалось давайте посмотрим на неё да вот она появилась эта картинка ну нечего здесь нельзя сделать это нельзя сейчас посмотреть на эту картинку просто средствами командные строки хотя иногда можно иногда есть некоторое расширение Tor envi командный строк к командной строке расширение терминалом которое позволяет делать даже предпосмотр картинок вот изначально на самом деле всё это идет same suit вот этот интерфейс командные строки он идет из тех времен, когда у компьютеров даже экранов не было, а все взаимодействие с компьютером осуществлялось путем того, что вы набираете на клавиатуре какие-то команды, нажимаете Enter, он вам на специальном алфавитно-цифровом печатающем устройстве печатает результат. Поэтому все взаимодействие, оно, в общем, устроено примерно таким вот образом, по крайней мере, здесь. Ну, сейчас, конечно, в терминалах есть более хитро устроенные приложения, там полноценный текстовый редактор и все такое прочее. Поэтому изначально командную строку можно использовать в таком совершенно неинтерактивном режиме. Но давайте посмотрим еще на что-нибудь. Смотрите, значит, есть еще вот какая история. Команду командной строки можно комбинировать. Дело в том, что... Как устроена вообще вот эта вот вся философия Шелла? Предполагается, что у вас каждая команда, у нее есть вход и выход. По умолчанию вход – это вход с клавиатуры, и выход – это просто вывод на экран. Но, в принципе, вы можете перенаправлять по таким вводам-выводам. Например, давайте представим себе, что... Ну, смотрите, у меня здесь есть два файла, California Test и California Trade. И давайте предположим, что я хочу из этих двух файлов, я хочу их склеить. Я хочу собрать из них один файл, просто конкатенировать эти два файла. И для того, чтобы это сделать, есть команда cut. Собственно говоря, cut изначально – это как раз команда, которая делает конкатенацию. Отсюда ее название. И я могу просто ей сказать, что я хочу взять вот эти два файла и их конкатенировать. Но если я сейчас просто... Ой, так, я не указал каталог, поэтому она сказала, что она не знает такого. Ну, вот я сконкатенировал и получил на выход какой-то большой файлик. И на самом деле я не хотел его счатать на экране, а на самом деле я хотел бы сохранить его в другой файл. Ладно. Для того, чтобы это сделать, мне нужно... Сделать вот такую штуку. Значит, видите вот эту галочку? Знак больше. И это на самом деле не знак больше, а это в данном контексте... Это называется перенаправление потоков ввода-вывода. То есть здесь я говорю, что мне нужно результат выполнения вот этой команды перенаправить в вот этот файл. И теперь у меня в файле california.all.csv будет просто сконкатенация вот этих двух файлов. Это бывает полезно. Ну, вообще, на самом деле, возможность вот так вот работать с файлом бывает очень полезной. Например, представьте себе, что у вас есть какой-нибудь CSV файл, который ужасно большой. А вы хотите просто на него хоть как-то посмотреть, хоть понять, какие там столбцы. И сделать это стандартными инструментами не так-то просто. В том смысле, что, допустим, если вы будете использовать Pandas, то что Pandas вам предложит? Он предложит, чтобы просто считать в память. Ну, на самом деле, если его хорошо попросить, если в read.csv есть, по-моему, опция, которая позволяет считать его не целиком, а считать только кусочек. Но, допустим, вы про это не знаете. А, допустим, я хочу просто посмотреть на начало этого файла. И для этого есть команда, которая называется head. Вот она выводит первые несколько строчек нашего файла. Ну, если head выводит первые несколько строчек, то команда, которая выводит последние несколько строчек, очевидно, должна называться tail. И она именно это и делает. Так можно посмотреть на начало и конец файла. Или, например, допустим, мне нужна какая-то конкретная строчка, и я очень не хочу считывать весь файл в память, чтобы эту строчку найти. Но, допустим, я знаю, что в этой строчке должно встретиться какое-то конкретное число. И я могу сделать, например, такую вещь. Я могу сказать, что я хочу вот конкретное число 123. 123.4. Видимо, вот так нужно сделать. California.all.csv. Вот. Значит, допустим, я хотел конкретно вот такую строчку найти. Значит, вот так я нахожу все строки в моем исходном файле, которые содержат вот такую вот штуку. Вот эту точечку я экранировал с помощью бэкслэша, потому что, на самом деле, вот это регулярное выражение. Значит, эта команда grep, она тоже поддерживает регулярное выражение. Это такой способ найти файл, найти внутри файла подходящую строчку или найти файл, который содержит нужную вам строчку среди нескольких файлов. Например, допустим, я хочу найти им... Скажем. Вот я хочу найти все файлы, которые содержат строчку latitude среди моего... Среди sample data. Вот, пожалуйста, я нашел два файла, которые содержат строчку latitude. Это такой тоже стандартный способ, как можно найти нужные файлы. Так, сейчас, одну секунду. Хочу посмотреть, чего еще я хотел простого рассказать. Да, так вот. Значит, возвращаясь к истории про то, что программы умеют перенаправлять потоки ввода-вывода, другой подход состоит в том, что вы можете не просто перенаправить вывод программы в какой-то файл, а вы можете перенаправить вывод одной программы, а отправить на вход другой программы. Ну, давайте в качестве примера рассмотрим такой. Допустим, у меня есть... Значит, вот у меня... Есть, например, такая команда nl. Она нумерует строчки в файле. Допустим, я сейчас возьму sampleData. Давайте посмотрим на вот этот enscom.chison. Видите, значит, у меня к файлу приписываются вначале просто их строки. Пустые строки при этом пропускаются. Вот. Значит, вот эта команда nl, она может просто принять на вход файл, а может никого файла на вход не принимать, и в этом случае она будет нумеровать то, что ей подают с... значит, пользоваться с стандартного входа. То есть это означает, что... По умолчанию это означает, что она будет нумеровать то, что я ей ввожу с клавиатуры. Вот я ввел строчку с клавиатуры hello, она мне в ответ выдала эту строчку в пронумерованном виде. Вот я ввел другую строчку, она мне выдала ее тоже в пронумерованном виде. И так далее до тех пор, пока я не прекращу это делать, прекратить, я не знаю как, но, видимо, достаточно нажать здесь на стоп. Вот. Соответственно, теперь можно сделать какую-нибудь такую штуку. Например, я хочу найти все строчки в файле, вот в этом файле California.all.csv, которые содержат, скажем, которые содержат число 123, и все эти строчки пронумеровать. И я могу это тоже сделать. Могу это сделать вот так. Значит, так он мне просто их выдаст. А я хочу теперь, чтобы вывод вот этого грепа... Ну, хорошо, давайте, чтобы их тут побольше было. Значит, я хочу, чтобы вывод этого грепа был бы... Так, что-то их теперь слишком много. Был бы перенаправлен в вход другой команды, команды NL. И это можно сделать. Для этого нужно поставить вот такую вертикальную палочку, она называется pipe. И она как раз обеспечивает такой pipeline. То есть вот у меня есть вот эта команда, ее output направляется вот в эту команду, она его преобразовывает, и в данном случае свой output выводит на экран. Вот вы видите пронумерованные эти самые строчки. Или я мог бы посмотреть просто сколько этих строк здесь есть. Пожалуйста, их 22. Это очень похоже на то, что вы в питоне запускаете какую-то функцию, и результат выполнения этой функции вы передаете другой функции. В питоне это делается как бы в обратном порядке. Вы говорите, что у вас внешняя функция от внутренней функции, от аргумента. У вас как-то вот так это будет выглядеть. А здесь порядок прямой. Ну, в общем-то, вся разница. Ну, собственно говоря, можно теперь попробовать написать какую-нибудь собственную команду. Вот, смотрите. Допустим, я хочу написать свою команду. И это можно сделать на любом языке программирования. Собственно, чтобы просто создать файл, я могу сделать вот такую штуку. То, что я сейчас делаю, это свойство Google Коллаба, или там Юпитера ноутбука, который позволяет написать какой-то текст в ячейке и сразу же сохранить это в какой-то файл. Ну, вот, давайте создадим. Я этой функцией сейчас пользуюсь просто потому, что у меня здесь нет отдельного текстового редактора. И я хочу создать, я хочу написать какой-то простой питоновский скрипт. Допустим, я хочу сделать вот такой файл. sumValues.py. Значит, мне нужно... Пусть это будет просто питоновский файл, который очень похож на то, что мы когда-то писали. Ну, например... Давайте пусть у меня... Значит, я сейчас буду принимать данные со стандартного входа. Давайте просто вот так. Если что-то пошло не так, сделаю break, а потом... Сейчас, видимо, здесь нужно просто сделать... Что-нибудь в таком роде. Значит, и давайте я запущу сейчас этот файл. Значит, я говорю, что я вызываю команду Python и передаю ей в качестве аргумента тот файл, который я сейчас только что сделал. Собственно говоря, можно проверить, что я действительно его создал. Вот он у меня, sumValues.py. и давайте посмотрим, как он будет работать. Значит, вот он действительно запрашивает у меня что-то с клавиатуры. Я делаю какой-то ввод. А дальше, если я просто нажму Enter, он не сможет выполнить вот это преобразование к целому типу. И на этом все закончится. И вот я получаю ответ сумму, которая у меня здесь есть. И теперь можно сделать, например, ну, скажем, я хочу посчитать... Например, я хочу посчитать сумму каких-то чисел, которые записаны в файл. Давайте сделаем еще один файл. Допустим, вот такой. Ладно, это питон, он справится. Значит, вот я сделал файл Numbers.txt, и я теперь могу запустить мой скрипт. Ну, на самом деле, я могу сделать вот так. Я могу сказать, что он на вход должен получать... должен получить вот эта вот галочка. Это тоже перенаправление потока ввода-вывода. И она говорит, что теперь вместо того, чтобы получать данные из клавиатуры, вот этот мой скрипт, который у меня сейчас запустился, он получает данные из вот этого файла. То есть как если бы я содержимое этого файла писал ему на клавиатуре и каждый раз нажимал бы Enter, когда мне нужно перейти к следующей строчке. Ну, вот он у меня посчитал сумму из этих чисел. И, в принципе, можно дальше как-нибудь комбинировать. Вот, например, есть такая команда sec, которая умеет выдавать последовательности чисел. Вот, например, последовательность чисел от 1 до 100. Ладно, до 100 что-то много, давайте покороче. От 1 до 10. Когда мне нужно сгенерировать варианты для какой-нибудь контрольной, это делается с помощью скрипта, который на вход получает список студентов. Но поскольку для контрольной у меня варианты неименные, они просто под номерами, то вместо списка студентов я ему скамливаю файл со списком чисел, который генерируется с помощью этой команды sec. И, соответственно, теперь можно сделать, например, вот такую штуку. Допустим, я хочу посчитать сумму чисел от 1 до 100. Я могу сказать, что я хочу сгенерировать такой файл, а потом никуда не сохраняя его, перенаправить в мой скрипт. Пожалуйста. 5050, как это должно быть. Ну, в общем, таким образом можно комбинировать разные команды и создавать такие своего рода конвейеры, которые выполняют какие-то довольно нетривиальные действия. И это, на самом деле, только начало, потому что... Потому что, на самом деле, можно делать более сложные вещи, а именно можно... На самом деле, вот эта командная строка, которую мы сейчас используем, на самом деле, команды, командные строки, точнее, вот те вот штуки, которые мы тут набираем, это, на самом деле, строчки в некотором языке программирования. То есть вот... Та штука, с которой мы взаимодействуем, это что-то, на самом деле, похожее на Python. Здесь можно создавать переменные... Так, я хочу запустить сразу несколько команд. Теоретически я мог бы вот эти строчки записать... Ну, хорошо, давайте я сделаю, может быть, вот так. Может быть, так оно сработает. Нет, не сработало. Я забыл, как присваивать переменные в баше, видимо. Почему? Да, потому что эта штука не любит пробелы. Во, вот так работает. Значит, эхо – это местный аналог команды print. Она просто печатает свой... Печатает те аргументы, которые вы ему передаете на экран. Ну, в данном случае я сказал, что в качестве аргумента должна быть вот такая штука, а в этой штуке написано, что мне нужно взять переменные x и y и сложить их. Как видите, синтаксис не похож на питоновский. Приходится какие-то дополнительные квадратные скобки писать, какие-то доллары писать. Вот, синтаксис для меня не очень привычный. Я, честно говоря, за, наверное, уже 20 лет так до сих пор и не стал достаточно свободно чувствовать себя в баше. Но, тем не менее, когда мне нужно написать какой-то короткий скрипт, я это делаю. Ну, вот еще один пример. Допустим, я хочу перебрать все файлы в некотором каталоге и что-нибудь с этими файлами сделать. Например, скажем, пронумеровать их строчки и выдать мне последнюю строчку. Значит, и это можно сделать, потому что в баше есть свои циклы for. Например, вот так, for file in. Значит, чего у нас там был? Sample. Sample. Да, там. Ну, давайте начнем просто вот с такого. Так, ну да, 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 это shell. Вот, значит, ну это, конечно, можно было получить такой же результат гораздо проще, просто с помощью команды ls. Но в данном случае я просто демонстрирую, как работает цикл for. Он похож на питоновский цикл for, но, как видите, здесь я использую, значит, я говорю, что мне нужно, чтобы у меня файл, переменная файл принимала значение вот в этом вот списке файлов, которые находятся в каталоге sample.data. И дальше я, значит, сначала тело цикла обозначено командой do. И, соответственно, то, что написано внутри, это как раз тело цикла. Здесь я говорю, здесь я что-то делаю с каждым файлом. Ну, можно, например, не только, скажем, выдать название этого файла, но давайте выдадим еще что-нибудь. Ну, хорошо, давайте, скажем, вот я попрошу подробную информацию про этот файл, а еще я попрошу количество строчек в этом файле. Ну, вот, пожалуйста, получилось. Значит, мне говорят, что за файл, кому он принадлежит, когда он создан, и мне говорят количество строчек в этом файле. Получается вот такой вот какой-то, как бы получается такая небольшая программа. Ну, и, собственно говоря, эти программы могут быть необязательно небольшими. Здесь можно записать вот этот текст внутрь другого файла. Это будет так называемый bash-скрипт. И, в общем-то, эти bash-скрипты могут делать все, что угодно. Это полноценное запрограммирование. Может быть, это не самое изящное запрограммирование, что вы знаете, но, тем не менее, можно делать всякие разные штуки. Вот, можно было бы записать это не в одну строчку, а можно было бы записать это в виде скрипта вот такого. То, что я тут разделял точками с запятой, можно разделять просто, используя отдельные строки. Тут можно увеличить отступ, хотя это необязательно. И, ну, вот, собственно говоря, этот код сейчас выполнился. А еще я мог бы его сохранить в файл. Ну, давайте сделаем вот так. Значит, дело в том, что я вот сейчас хочу сделать команду, которую я могу прямо вызывать, как будто бы это была частная команда. И для того, чтобы это сделать, мне нужно, во-первых, прописать, с помощью какого интерпретатора вот этот текст интерпретировать. В данном случае это bash, это название того самого шала, который мы сейчас используем. А еще мне нужно дать права на выполнение этому файлу. Дело в том, что в Unix есть довольно сложная система, которая определяет, с какими файлами какой пользователь чего может сделать. И вот в данном случае я сказал, что я имею право запускать вот этот файл. Я его сделал исполняемым. И теперь для того, чтобы его запустить, я могу сделать вот так. Значит, вот эта точечка означает текущий каталог. То есть я просто говорю, что я сейчас должен выполнить файл из моего текущего каталога. И вот, как видите, он у меня выполнился. Ну, если возвращаться к Python, то, в принципе, ну вот если мне сейчас нужно написать на Python какую-нибудь программу для своих нужд, у меня есть, как правило, два варианта. Либо я напишу это просто в Jupyter ноутбуке и буду запускать из-под Jupyter ноутбука. Но это довольно часто не очень удобно, потому что, ну, например, если я хочу, чтобы мой Python-овский код мог бы обрабатывать разные файлы, то там, если я пользуюсь Jupyter ноутбуком для этого, то фактически мне нужно каждый раз просто при запуске этого Jupyter ноутбука там где-то передактировать имя файла. Более простой способ – это написать Python-овский скрипт, который можно запускать из командной строки. Ну, давайте сделаем какой-нибудь такой файлик. Например, давайте я сразу скажу, что я хочу, чтобы он не использовался userbin.py в качестве интерпретатора. Ну, в простейшем случае давайте посмотрим, как. Значит, мне нужен import sys. sys.rgv. Давайте начнем вот с такого кода. Я сделаю его исполняемым. И теперь запущу. Не запущу, потому что высказанный знак забыл. Значит, кто такой этот sys.rgv, который я сейчас печатаю на экран? Это список команд, которые… список опций, которые команда получила. В данном случае я вызвал этот sayHelloPy, не стал ему передавать никаких аргументов, никаких опций, и в sys.rgv у меня находится просто название того файла, который я запустил. Но если бы я добавил бы какую-нибудь опцию, то у меня вот эта опция появляется здесь в качестве второго элемента списка. Если я написал здесь несколько слов, они появляются как отдельные элементы списка, то есть он по умолчанию просто разделяет все пробелами. Если бы я хотел, чтобы он не разделял, то мне нужно было бы этот пробел экранировать, написать backslash пробел. Или написать это в кавычках. Ну, а дальше, в принципе, можно этим пользоваться. Например, можно сделать какой-нибудь такой код. Допустим. 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 Продолжение следует... Это канал скрипт, который мне выдает HelloWorld, если я вызываю его без аргументов, или он говорит... Допустим, я могу... Ой, что такое? Похоже, что здесь второй Python, нужно вызывать его с Python 3. Вот, теперь правильно. По всей видимости, в юзер bin Python здесь просто второй Python, что удивительно. Да, Python 2.7. Таким образом можно писать собственные программы с интерфейсом командной строки, и довольно часто это гораздо удобнее, чем писать, чем пытаться придумать какой-то интерфейс к этой программе и так далее. По крайней мере, если вы, в принципе, уже привыкли к командной строке. Можно спросить наоборот, что делать, если я хочу из-под Python вызвать какую-то другую команду. И это тоже можно сделать, например, допустим, я хочу... Собственно говоря, можно просто вот так показать. Смотрите. Значит, в Python... Вот сейчас я буду писать код не на башу, не в командной строке, а буду писать просто в Python. Я не буду ставить висцательный знак. Значит, есть модуль subprocess. И в этом самом модуле subprocess можно вызывать разные команды. Тут есть разные способы это сделать. Но, например, можно сделать вот так. Давайте посмотрим. Вот, смотрите. Что сейчас произошло? Я запустил из-под Python, я выполнил команду ls, которая мне показала список текущих файлов. И результат выполнения этой команды напечатал. Но, правда, как видите, мне вернулась штат странная, видите, вот эту букву b. Она означает, что дальше идет не обычная питоновская строка, а последовательность байта. Чтобы ее превратить в питоновскую строку, мне нужно ее encode. Ну, давайте вить ее в 8. Значит, не encode, а наоборот decode. Вот, теперь это уже частная строка. Ну, и дальше ее можно, например, напечатать, как положено, чтобы переносы строк сохранялись. Вот, то есть вот таким образом можно, с одной стороны, мы можем из командной строки просто из Basha запускать питоновские скрипты, а с другой стороны, можно наоборот, из-под питона запускать командно-командные строки. Ну, если вы хотите получить список файлов, то, конечно, это можно сделать средством питона гораздо более идеологически правильно. Я думаю, что самый правильный сейчас способ это сделать, это... Я получаю не просто набор строчек, а набор уже готовых путей, с которыми я могу дальше работать с средством питона. Но, тем не менее, иногда приходится из-под питона вызывать какие-то другие команды и как-то обрабатывать тот результат, который они возвращают. Например, представьте себе, что вы хотите там из-под питона, ну, я не знаю, OpenOffice какой-нибудь запустить, чтобы обработать какой-нибудь внешний файл. Вот, ну, давайте еще что-нибудь такое веселенькое покажу. На самом деле, из-под командной строки можно делать более-менее все, что угодно. Например, давайте попробуем поработать с картинками. Сейчас, я прошу прощения, одну секунду. Субтитры создавал DimaTorzok Так, я вернулся. Да, смотрите. Допустим, мы хотим... Допустим, скажем, вот такая задачка. У меня есть, скажем, серия картинок, а я хочу все эти картинки, например, уменьшить в два раза. Как это сделать? Ну, если это делать какими-то стандартными способами, то я, честно говоря, даже и не знаю. Кажется, в Photoshop есть какие-то скрипты, с помощью которых можно обрабатывать кучу картинок одновременно. Но я такого не умею. Из командной строки это делается легко, если установить... Например, есть такая штука, называется ImageMagic. Это фактически графический редактор, который работает из-под командной строки. Он много чего умеет. Сейчас я его поставлю. Значит, выдавала команда apt-get. Это линуксовая штука. Это команда, с помощью которой можно устанавливать новые программы. И вот я сейчас говорю, что я хочу установить ImageMagic. Это на меня сейчас установится. Вот. Вот. Так, что он установился? Наверное, он установился. Да. И теперь смотрите. Значит, вот у меня есть вот этот вот файлик, который я скачал раньше. И давайте я с ним что-нибудь сделаю. Давайте я, например, его переконвертирую во что-нибудь другое. Скажем, он был JPEG, а я возьму и сделаю из него PNG файл. Давайте посмотрим. Значит, ну, собственно говоря, в коллабе можно посмотреть на файлы. Вот они. И вот у меня появился файл с расширением PNG. Ну, и, в принципе, я даже на него глянуть могу. Вот это действительно тот же файл, который был раньше, просто с другим разрешением, с другим расширением. Но давайте мы не просто его переконвертируем, давайте мы его еще уменьшим. Допустим, я его хочу уменьшить в пять раз. Ну, и давайте еще, чтобы было веселее, давайте еще инвертируем. Это не так называется, не инверт, как... Давайте посмотрим еще раз на эту PNG-шку. О, смотрите, она правда стала меньше, и она правда инвертировалась. Были одни цвета, остали другие цвета. Вот. И, ну, опять же, если вам нужно это сделать с одной картинкой, окей, вы можете открыть любой графический редактор и это сделать. Но если вам это нужно сделать, например, с серией картинок, то тут уже это сделать не так просто. А в Shell очень просто, потому что вы просто напишите forFileIn.jpg, do, а дальше напишите как-нибудь вот так. ConvertFile, здесь, file.png, да. И, соответственно, вот он сейчас все JPEG-и преобразует по этому закону. Вот. То есть, как правило, если мне нужна какая-то массовая операция с файлами, массово как-нибудь переименовать файлы, переместить их из одного места в другое каким-нибудь интеллектуальным образом и так далее, как правило, я пользуюсь командной строкой, именно пользуюсь вот такими-такими Shell скриптами. Если мне нужна какая-то совсем сложная логика, как правило, я довольно быстро переключаюсь в Python, потому что в Python у меня гораздо проще реализовывать сложную логику, что-то такое программировать. Но вот какие-то такие простые штуки очень удобно делать в Basha. Кстати, можно посмотреть на метаданные этого JPEG. Сейчас, если тут установлен G-head, не установлен, сейчас установим. Так, ну хорошо, здесь мало метаданных в этом файле. Но, в принципе, тоже такая удобная команда, с помощью которой можно… Например, если у вас есть куча фотографий, вы хотите их, например, переименовать так, чтобы у них в имени файла была дата создания, довольно распространенная задача, с помощью G-head это очень легко сделать. В общем, почти все, что угодно. Если у вас возникает какая-то практическая задача, и вы хотите ее как-то автоматизировать, как правило, если поискать, то вы, скорее всего, найдете какую-нибудь программу, которая это делает. Ну, давайте еще в качестве примера. Допустим, у меня есть какой-нибудь документ, скажем, я не знаю, какой-нибудь вордовый файл. Хорошая, пусть будет не вордовый, а пусть будет… Ну, хотя ладно, почему бы и нет. Значит, давайте найдем какой-нибудь файл с расширением .docx. Что-нибудь с ним сделаем. Ну, вот проблема в том, что файл .docx – это на самом деле ну, во-первых, на самом деле это zip-файл, его можно раззипить. Да, потому что вот так называется. Так, что ему не нравится. Что-то не то скачалось. Да, это HTML, это кусок HTML скачался. Ну, ладно, потому что этот адрес был неправильный. Сейчас попробуем найти правильный адрес. Как-то же я его скачал. Да, видимо, вот такой адрес правильный. Значит, команда rm удаляет все файлы. Ее нужно применять с осторожностью, потому что как-то раз я написал неудачно команду rm и что-то себе снес. Хотя, ладно, тогда была не команда rm, тогда была какая-то другая команда. Ладно, сейчас еще раз скачаю тот файл, который мне нужен. Давайте посмотрим, что у него внутри. Вот. Ну вот, на самом деле, он хоть и называется docx, но на самом деле это просто zip-файл, внутри которого лежат какие-то XML-ки и какие-то JPEG-и. И, в общем, вот все содержимое этого файла. Но он, на самом деле, написан тут внутри, внутри в виде каких-то XML-ек. Это иногда бывает знание о том, что вардовский файл – это, на самом деле, просто zip-архив. Бывает очень полезно, если вы хотите, например, из него вытащить все картинки. Потому что вы его просто распаковываете, и после этого картинки лежат просто в каталоге Word Media. Но если вам нужен сам по себе файл, как бы текстовое содержимое этого файла, то работать с этими XML-ками будет не очень удобно. Но вы можете использовать либо, соответственно, шпитоновскую библиотеку, либо вы можете… Есть такая утилитка Pandoc. Так, установлена тут. Да, видимо, установлена. Значит, Pandoc – это такой, как говорят, Swiss Army Knife – швейцарский ножик для работы с разными документами. Так, так, чего она не хочет ничего делать. В частности, она умеет конвертировать файл из одного формата в другой. И давайте, например, переконвертируем из этого дух x переконвертируем куда-нибудь. Допустим, я хочу переконвертировать его в… Давайте просто в какой-нибудь Markdown. Вот, пожалуйста, нам выдали содержимое этого вардовского файла, сформатированное в виде обычного Markdown. То есть здесь видны заголовки и так далее, видна картинка. Но, по крайней мере, теперь с этим текстом можно работать, можно его обрабатывать именно как текст, с помощью Python или еще с помощью чего-нибудь. Вот можно посчитать, сколько в нем строчек. Ну, в целом, все, весь пафос, история про командную строку – это то, что существует огромное количество утилит командной строки, с помощью которых можно сделать более-менее все, что угодно. И самое главное – это то, что… Ну, много всяких полезных утилит существует в мире. Но самое главное – что вы можете легко их комбинировать друг с другом, легко вставлять их, как бы комбинировать их с какими-то собственными скриптами, в общем, легко встраивать их в свой какой-то системы автоматизации, более-менее чего угодно. И это действительно, как бы довольно сильно расширяет ваши возможности. Ну, и плюс ко всему, есть какое-то количество утилит, которые просто не существуют в другом виде, кроме как в виде утилит командной строки. Ну, вот, например, скажем, сравнительно недавно появился графический интерфейс к GitHub, но до тех пор, кажется, все пользовались в основном просто командой Git в консоли и работали таким образом. И, в принципе, много всяких вещей, которые… Ну, написать программу, которая решает вашу задачу и при этом обладает интерфейсом командной строки гораздо проще, чем написать программу, которая решает вашу задачу и при этом обладает каким-то более сложным интерфейсом. Просто потому что для того, чтобы написать интерфейс, это нужно приложить к этому какие-то усилия. И разработчики об этом знают, и поэтому, если хочется быстренько реализовать какой-то функционал, то, как правило, люди используют именно интерфейс командной строки. Вот. Ну, в принципе, сам по себе… То есть, по-хорошему, про командную строку можно сделать отдельный курс про то, как писать скрипты на этом самом баше и так далее. Но, по крайней мере, мне кажется, что я сейчас что-то рассказал, что, может быть, вам полезно когда-нибудь, когда-нибудь может пригодиться. Надо сказать, что сравнительно недавно мне кто-то из студентов прошлого года написал письмо с вопросом, вот я тут устраивался на работу, от меня требует какую-то командную строку, спросите, помогите, что это такое. А я говорю, а вот запись занятий в прошлом году, курсы, на которые вы ходили, и там все это было. Ну, ладно, я не так саркастично ответил. Вот, но такое бывает. Так, есть ли у вас какие-нибудь вопросы? Окей, ну, если вопросов нет, тогда мы, наверное, можем на сегодня закончить. И это последняя лекция. Впереди у вас итоговый проект. Если будут какие-то вопросы, пишите.